Русь сидящая Семьи, оставшиеся на свободе, давать не хотят. Люди, освободившиеся из тюрьмы, сидевшие по этим статьям, тоже не желают потратить такой печальный опыт. К сожалению, обычно не хотят заниматься бизнесом. Но почему-то все норовят заниматься большой какой-то общественной работой. Они ходят на митинги и всячески эту позицию выражают. Уж не знаю, что такое с ними случается в тюрьме. Организация крайне оптимистичная. Мы собираемся по средам вечером в 7 часов в китайском лётчике Джао Да, каждая среда. А в понедельник в будущий в 4 часа мы открываем свою приёмную уже официальную, что уж совсем оптимистично, в помещении бывшей приёмной общественного совета МВД на Зубовском бульваре. МВД съехала и прекратила приём, а вот как раз мы в понедельник начнём. И думаю, когда-нибудь мы заменим собой, в принципе, структуру. По крайней мере, общественного совета. Действительно, если посмотреть на нашу страничку в Фейсбуке или на наш сайт руссидящая.org, орг тоже понятно, по той же причине, почему мы не организация. Веселиться и ликует весь народ. И ликует он по одной простой причине. Потому что в какой-то момент человек, который пытается отстоять своё доброе имя, пытается ставить правоту в суде, пытается каким-то образом помочь семье, с которой нет связи на воле, пытается противостоять, ему кажется, один против всего мира. Все обычно отворачиваются, отворачиваются друзья, уходят родственники куда-то, да, отключают телефоны. И ты становишься чумной, первый раз слышишь в адресе «Зечка», и как-то тебя пробивает совсем. Ты начинаешь как-то с этим именем играть и делать из имени «Зечка» что-то очень симпатичное и красивое, поднимаешь голову и говоришь «Да, Зечка». А вы, извиняюсь, за прокурором замужем, да? А дети знают? А мамаши ваши в курсе, за кого замуж вышли? Как-то так. И я попросила как раз назвать своё выступление «Это красное платье для чего-то надела». Там ещё есть про бутылку Мадера, что тоже входит в комплект. В комплект настоящей нормальной «Зечки», которая бьётся. Бьётся, и это не просто борьба, это огромный стимул для преобразования человека. Я действительно пригласила бы всех интересующихся посмотреть. Много раз говорила с Леонидом Парфёновым, много раз говорила вот с другим, и, наверное, мы рано или поздно это сделаем, серию портретов, как меняется человек даже внешне. Когда с ним случается эта беда, и он начинает работать, прежде всего, над собой, надо ему чуть-чуть помочь. И какая интересная трансформация происходит с лицом. Хорошая трансформация. У меня Мадонны, у меня собрание Мадонн. 6 тысяч человек на сегодняшний день. По всей России, а также есть очень боевая организация в Ванкувере, есть боевая организация в Литве, в Париже, а так, в общем, по всей стране. 6 тысяч человек по количеству шарфиков. Я привезла вам очень много шарфиков в Руси сидящих, но поскольку до этого был митинг, а потом у меня был первый канал. Лёша, у тебя остался шарфик с собой? Тоже? Кох забрал. Кох забрал последний шарфик. 6 тысяч шарфиков по одному на семью. Поэтому, я думаю, это надо немножко умножать. Сколько? Происходит так трансформация, когда приходит, нас ищет обычно женщина, хотя довольно часто приходят и мужчины, но по нашей статистике, мужская статистика очень плохая. Потому что за все время нашего существования, а это почти 4 года, мы встретили одного мужа, который борется за свою жену. Сейчас пришел второй, но он пока вот новенький, пока не могу о нем сказать, что он остался с нами навсегда. Один муж бьется за свою жену, и один друг бьется за своего друга, который сидит в тюрьме. Остальные бабы. Бьются жены, бьются сестры, бьются подруги, бьется кто угодно. Ну, в гендерную проблему лезть неохота, но тем не менее. Тем не менее. При этом сами по себе мужчины очень здорово помогают нам. Помогает Леша Поперный, который участвует в китайском лёточке Джао Даун, ездит с нами на суды, поет девочкам песенки, старается нас звать на свои спектакли, концерты и так далее. Дирижер Михаил Аркадьев, очень известный, особенно, ну, помимо того, что он хороший дирижер, хороший музыкант, особенно стал известен после скандала с его увольнением из оркестра, когда он отказался вступать в чей-то фронт, я уж не помню чей. Я правильно сказала, что я не помню чей фронт? Мужчины приходят, стараются помогать, но не знаю, как они будут себя вести, и если что-нибудь случится с их родственниками, я надеюсь, что они будут вести себя так, как подобает мужчинам. Почему? Почему очень важно, и это первое, что нужно сделать, мы все это испытали на себе, все попробовали на себе, домохозяйка, приходящая к нам в первый раз, выглядит всегда очень плохо, это понятно, только что рухнула жизнь, забрали мужа, были обыски, опечатали бизнес, кредиты, все ужасно, все ужасно, она не понимает, как жить, когда будет с родственной семьей, что говорить детям, что говорить маме, она не понимает. Она понимает, что она в какой-то машине, которую она тоже не знает и не понимает. Я уже могу говорить со старенькими, с опытными нашими девочками на языке, который понятен нам, что, девочки, вы не поверите, когда у меня все это началось, я не знала, что такое приюдиция. Смешно даже сейчас вспомнить, что не знала приюдицию. Я чуть попозже к этому вернусь. То есть для нас это вот такая вот шутка, распространенная шутка не знать приюдиции. Очень смешная и очень веселая. И поэтому первое, что мы говорим этой женщине и такой женщине, иди в магазин и купи себе красное платье. Я с удовольствием бы к вам сегодня пришла в красном платье и в такой митинге к нам доходить на суд, но митинги не позволили мне это сделать, поэтому можно любоваться на мой лыжный костюм, хотя вот в суд в таком виде являться нельзя, вас засудят. В таком виде вы проиграете суд. Вообще проиграете всю свою жизнь. Красное платье обязательно, купи себе сумочку, купи себе красное платье, шпильки, сделай что-нибудь с головой. Ты должна прийти к прокурору или к следователю в общем-то с совершенно другой походкой. Сказать, что? Что вы говорите? Скажите, а зачем вы вредите Путину? Зачем вы вредите стране, правосудию? Что такое? Они пугаются обычно, делают ошибки. И совершенно непонятно, как вести себя в этой ситуации, потому что люди, которые в эту ситуацию попадают, мы кормим людей, которые вершат неправые дела, мы кормим своим горем, кормим своей полной растерянностью, заискиванием и беспомощностью. И на этих слезах вырастают монстры. Вырастают монстры, которые уже как к наркотику привыкли к этому делу. И с красного платья начинается твой поход в совершенно другую жизнь. Когда ты понимаешь, что с твоей тумбочки должны уйти все книжки, твои три главные книжки УК, УПК, УИК, ты знаешь их наизусть, с комментариями, ты можешь об этом говорить суде, прокурору, ты читаешь подряд всю литературу, ты ходишь на лекции, на встречи с юристами, с правоведами, с правозащитниками, с людьми, которые сделали это, примерно через год из обычной домохозяйки, типа курица домашняя, обыкновенная, вдруг вырастает такая жарптица, такая умница, такая красавица, еще и с характером, да еще и верная, мужа ждет, беспокоится, и посмотрите на нее. У меня таких сотни девочек, сотни, и это очень красиво. И мне кажется, что есть какая-то польза от наших безобразий, когда ты безобразие встречаешь, предъявляя им свое антибезобразие, свое сопротивление безобразию чисто женское. Вы знаете, это работает всегда, в 100% случаев из 100. Сначала у нас ничего не получалось, потом красное платье постепенно приклеилось, мой муж был второй, которого мы вытащили из тюрьмы, первым была Лора Куделка, красавица, блондинка из Литвы, плоховарища по-русски, она добила следствие, вытащила мужа, и вот уже полтора года их все время депортируют с мужем, они возвращаются и говорят, простите, а вот мы хотели, где наши деньги, которые нас тогда украли милиционеры, и почему они не сидят в тюрьме? Простите, пожалуйста, тысяча извинений. Почему они не сидят? После моего мужа вышли еще 8 человек до 4 декабря, а с 4 декабря вот устроена общественная приемная, потому что с 4 декабря, я бы даже сказала, с 6-го к нам пошли сдаваться прокуроры, прокуроры и милиционеры со словами, собственно, чем помочь. И вы знаете, я латентный сопротивленец, это вот слева и справа соседи, они как раз творили зло, а я всегда был за вас, на вашей стороне, чем помочь. Принимаем с удовольствием, каждому выдаем списки своих хотелок, Иванову, Петрову, Сидорову, свои дела по профилю прокурора, и ничего, нормально, нормально. Работаем, приходите к нам в понедельник, приходите к нам каждый день, приходите к нам в китайский летчик, если вы хотите увидеть настоящих красивых баб. И приходите, приводите своих жен на всякий случай. Мало ли. АПЛОДИСМЕНТЫ